На глазах у всего мира в течение дня резко ухудшились отношения между Саудовской Аравией и Ираном. Эти страны в регионе Персидского залива считаются основными соперницами. Там исповедуют разные течения ислама, но одной лишь религии, конечно, все это не ограничивается. Россия готова быть посредником ситуации, которая дошла до прекращения торговли и полетов, а еще раньше до разрыва дипломатических отношений. Почему так и чего ждать дальше, разбирался Григорий Емельянов. Саудовские дипломаты и их семьи прибывают в аэропорт Дубая на полпути домой. 48 часов на то, чтобы свернуть дипмиссии иранские в Аравии, саудовские в Иране. Кроме того, Риад сворачивает торговые отношения и авиасообщения. Человека, из-за смерти которого тлеющий конфликт двух исторических соперников перешел в острую фазу, звали Аятала Аннимр. Шиитский богослов. На днях его казнили в числе 47 других людей, обвиненных саудовскими властями в терроризме. В шиитском же Иране его называют жертвой политических репрессий. Волна недовольства обрушилась на аравийское посольство в Тегеране и генконсульство в Мешхеде. Началось как демонстрация, закончилась потасовками, штурмом и погромом дипмиссий, что вывело из себя саудовские власти. После того, как мы узнали об атаке на диппредставительство Саудовской Аравии в Иране, после того, как мы услышали агрессивные комментарии Тегерана на этот счет, у нас не осталось иного выбора. Агрессивная политика иранского режима дестабилизирует ситуацию в регионе. Учитывая все это, Саудовская Аравия разрывает дипломатические отношения с Тегераном. В Иране ответили, что действия Саудовской Аравии не исправят, а лишь усугубят стратегический просчет, которым стала казнь Ан-Нимра. Разрыв дипотношений приведет к всплеску экстремизма. Впрочем, в Тегеране в весьма жестких формулировках добавили, что это вполне в духе политики Рияда. К сожалению, правительство Саудовской Аравии не только видит интерес, но и, видимо, считает вопросом собственного выживания, создания конфликтов и поддержания напряженности в регионе. Это результат их политики за последние годы. Таким образом, они отвлекают людей от внутренних проблем. Уезжают из Тегерана и дипломаты Бахрейна. Это государство вслед за Саудовской Аравией разорвало отношения с Ираном. И это при том, что шииты в Бахрейне – большинство населения, пусть лишенное многих прав, но большинство. Третьей страной, порвавшейся Тегераном, стал Судан. А Объединенные Арабские Эмираты понизили дипотношения до уровня поверенных в делах. Так конфликт из двустороннего превратился в региональный. Когда две крупнейшие страны этого района входят в такой, если можно так выразиться, клинч политический, то это не служит умиротворению и спокойствию в этом районе. Потому что о тех коалициях, которые, скажем, борются с терроризмом на территории Сирии, происходят определенные подвижки. Потому что и Саудовская Аравия, и Бахрейн, и Иран тоже задействованы на территории Сирии. И как бы это противостояние не перешло, скажем, на территорию Сирии. Мусульманский мир потрясает многотысячные демонстрации протеста против казни богослова. Они прокатились по всему региону. Турция, Ливан, Ирак, Пакистан, тот же Бахрейн. Международное сообщество реагирует на происходящее с беспокойством. Речь о полномасштабной войне, конечно, не идет, но такая опосредованная, подковерная война между Сунидской Аравией и шиитским Ираном может иметь далеко идущие последствия. Большая война напрямую между Ираном и Саудовской Аравией. Это не в пользу Ирана и Саудовской Аравии. Поэтому они будут вступать в боевое соприкосновение, но опосредственно на территории Сирии, на территории Ирака. Саудиды будут пытаться дестабилизировать ситуацию в Иране, в Иранском Гурдистане, Белуджистане. Я это не исключаю, но вот такого прямого военностолкновения, я думаю, не произойдет. Сожаление по поводу обострения отношений Саудовской Аравии и Ирана выразила Россия. Наша страна готова выступить здесь в роли посредника. Настоятельно призываем Тегеран и Эр-Рияд, другие государства Персидского залива, проявлять сдержанность, избегать любых шагов, осложняющих положение и ведущих к росту напряженности, в том числе на межконфессиональной основе. Убеждены, что возникающие в межгосударственных отношениях сложности и разногласия могут и должны быть преодолены на путях диалога за столом переговоров. Россия со своей стороны будет готова оказать таким усилиям необходимое содействие. К дипломатическому решению призывают и США, для которых острый конфликт Саудовской Аравии и Ирана – угроза всей Ближневосточной стратегии. Вот только аравийцы, кажется, говорить не настроены, по крайней мере сейчас, и даже готовы идти наперекор рекомендациям могущественного союзника. Агентство «Рейтер», например, цитирует такие слова своего источника в Эр-Рияде. «Саудовскую Аравию не волнует, что ее действия могут разозлить Белый дом». Григорий Емельянов, Сергей Деев, Первый канал.